Твои налоги, твоя школа, твой детский сад Твоя школа, твой детский сад. Твои позиции наших горожан будет зависеть очень многое. В том числе и, наверное, материально-техническая база какого-то образовательного учреждения, которое лучше всех проголосует. Как принять участие в этой акции? Кроме того, чтобы заплатить налоги. Если вы до 1 декабря, уважаемые граждане, не заплатили налоги, то, конечно, мы призываем вас заплатить и с выполненным, скажем так, долгом зайти на сайт администрации города Ланде, найти в правом углу внизу синий прямоугольник, ввести свой ННН и проголосовать за школу или сад. Ну, может быть, за ту школу, куда вы сами ходили в школу, или за детский сад, куда вы посещали, или посещают ваши дети и внуки. И проголосовать. Если вы некорректно ввели ННН, ваш голос, к сожалению, не будет засчитан. Поэтому нужно будет предельно внимательным. А если житель, допустим, города Ланде, он зашел, проголосовал, но налоги еще не заплатил? Бегом до 1 декабря нужно заплатить, чтобы ваш голос был учтен для того, чтобы любимый детский сад или школа могли получить 400 тысяч, или 250, или 100, или 50. Я правильно понимаю, что для того, чтобы проголосовать, чтобы голос был учтен, нужно выполнить несколько условий. Прежде всего, налог заплатить, потом зайти проголосовать. Сколько нужно набрать победителей, допустим, по опыту прошлых лет? По опыту прошлых лет это не менее 4 тысяч, но в этом году, вот мы буквально мониторили на днях, у нас уже у одного детского сада, у одной школы было, да, цифра приближалась к 4 тысячам. Я думаю, что еще у нас остались дни, за которые можно эту цифру преодолеть прошлого года. Это будет актом или фактором гражданской позиции законопослушания, одной из форм патриотизма. Я думаю, даже для вас не секрет, что в школах и детских садах призывают пойти проголосовать, особенно родители, кто туда водит детей. Как быть, если вот у садика мало детей ходит, а соседний сад, он больше или школа соседняя? Ну, надо привлечь своих родственников, соседей, убедить даже близлежащих, скажем, друзей своих, что нужно проголосовать именно за его садик. Мы понимаем наших заведующих, директоров, это неплохая сумма, которая позволит укрепить материально-техническую базу. А почему нельзя эти деньги просто отдать? Ну, есть субсидии рассчитаны на то, чтобы все-таки укрепить материально-техническую базу. Это целевая статья, скажем так. То есть, ну, и некий элемент конкурса. Да, конечно. Ясно. Спасибо большое, что рассказали о проблемах уже образования. Смотрите в программе «Актуальная тема», а мы между тем продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова